Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы находимся в поселке Белоостров. И с нами вновь наш любимый эксперт нашего канала Виктория Сангина. Здравствуй, Вика! Привет, Андрей! Привет всем! Да, сегодня мы находимся здесь отнюдь не случайно. У Вики здесь большой проект. Она будет делать ландшафтный дизайн с нуля. На участке стоит уже дом. Участок большой, сложный, с перепадами высот, с большими разными подводными камнями. Очень интересная работа. Предстоит и большая. Я так думаю, что, Вика, у нас с тобой будет много съемок с этого объекта. Как я понимаю, это все не ограничится у нас рассказом сегодняшним одним. Слушай, ну это зависит не только от нас с тобой, да? Сейчас пока нам заказали только проект. Будет зависеть от того, насколько быстро будет происходить реализация. Это зависит от нескольких факторов. Первый, самый важный фактор, это финансовый вопрос. Вопрос согласования уже потихонечку пошел, и он идет довольно слаженно. Вот, поэтому я думаю, что реализацию можем заступить прям совсем быстро. Но есть еще несколько подводных камней. Пойдем посмотрим на камни, оценим фронт работ. Всегда интересно посмотреть, как это было в начале, а не то, как уже в конце все красиво и прекрасно. Ну, ты, конечно, несколько преувеличил. На самом деле, объект совершенно небольшой. Тут всего-навсего 12 соток. Значит, этот объект находится на территории старого судоводства. То есть, оно еще с советских времен. А тут вокруг то, что я называю кижи. То есть, ну, я не знаю, видно ли сейчас, но я думаю, что оператор наш снимет. То есть, это старенькие домики той или иной стадии. Тут есть совсем запустевшие, есть более-менее приличные, есть современная застройка, но она в меньшей степени. Вот, конечно, мы должны это все учитывать. Участок состоит из двух участков. Они узкие, длинные. То есть, два таких очень узких прямоугольника по длинной стороне, соединенные между собой. На одном участке постоянно проживает бабушка заказчика. И эту часть мы трогать практически не будем. И на этой же части находится новый дом, который построен. Очень неудобно он поставлен. Соблюдены все нормы. То есть, он в 5 метрах от красной линии участка. Красная линия участка – это та часть забора, которая примыкает к дороге. Вот, соответственно, 5 метров, как положено по закону, они соблюдены. Это все есть. Все остальное максимально неудобно. То есть, мы с вами видим ворота, которые открываются просто вот к парадному входу в дом. Септик, который тут же стоит – пожалуйста. Вот. Тут же дом соседа и все окошки смотрят на нас. И здесь еще должно быть крыльчика. Плюс, значит, еще две. А, если мы с вами посмотрим на крыльцо, то мы увидим прекрасную картину, которая, кстати, ну, я не могу сказать, что очень часто, но встречается такое. То есть, когда ты открываешь дверь, у тебя варианта два. Либо ты максимально от двери отходишь, или ты падаешь вместе с дверью вниз. То есть, здесь явно несоответственно нужно удлинить само крыльцо. И только после этого удлинения тут будут некие ступеньки, сход, да. То есть, нужно придумать все крыльцо, вот это вот перерисовать заново. Потому что то, что было сделано, это было сделано, ну, несколько неправильно. Не подумавшим. Вот. Поэтому вот эта вот въездная часть, она же парадная, она будет вся переорганизована. Заказчик нам согласовал перенос ворот с калиткой. И мы вам покажем в дальнейшем, как это будет организовано. Также вы видите, что септик в настоящий момент сильно вздернут. Да, вы, наверное, знаете, что его нельзя в таком виде оставлять. Его обязательно нужно отсыпать, иначе будут проблемы с канализацией. Он должен быть утепленный, в частности, и просто отсыпкой. Это тоже часть этого утепления. Может всплыть просто, мне кажется. Ну, это всплыть, это уже от другого немножко зависит. Но, в общем, так его оставлять тоже нельзя. В общем, сразу сходу, вот первая ошибка, неправильная организация пространства при проектировании дома. Неправильная, потому что, ну, понимаешь, дом был посажен таким образом, потому что второй участок еще не был куплен. И не было понимания, будет ли он куплен или нет. То есть это вот вынужденная мера. Все остальное это уже потому, что начали работать без проекта. Значит, мы видим, что к дому пристроена веранда, ну, вот такой некий атриум, да, павильон. Значит, и у него дверь схода из него тоже направлена сюда, то есть в сторону выездной группы. Нам нужно организовать какое-то тоже крыльцо, какие-то ступени. Соответственно, вот здесь абсолютно точно будет отмостка, которая будет являться же и дорожкой для прохода и в павильон, и из него. Потому что, понятное дело, что из дома мы можем двумя путями, либо через парадное крыльцо проходить на участок, либо вот из этой двери, из двери павильона. Поэтому это крыльцо и эта лестница должна быть максимально удобной. Ну, конечно. Вот. Что, опять же, не учли архитектора, я так понимаю, и теперь это тебе расхлебывать. Я так понимаю, что тут была такая история, что одни люди проектировали сам дом, вторые люди проектировали вот этот вот павильон. Ну, то, что давай будем называть веранда, потому что все-таки мы находимся в старом ленинградском садоводстве, поэтому веранда – это максимально такое семантически правильное слово. Ну, да, хорошее слово. Поэтому тут у нас перенасыщено в этом месте, в принципе, то есть тут очень мало места. Тут у нас два входа, которые смотрят в одну и ту же сторону. Тут у нас парковка, на которой заказчик хочет, чтобы стоял еще навес на две машины. Вольер для собаки. И отсюда с парковки, скорее всего, тоже какой-то должен быть спуск вниз в сад. Поэтому вот это местечко, оно очень такое стратегически важное. Вот. Значит, что мы здесь видим? Мы видим, что какие-то строители, ну, наверное, под покровом ночи прибежали, насыпали тут зачем-то щебень. Он совершенно ни в каких нерабочих отметках. Мы местами видим прям, вот смотри, что его сыпали просто на грунт, без всякой подушки. Да. Да, вот. То есть просто если его выровнять и замостить, то уже в следующем году тут будет большая проблема. Как минимум в местах, где в основном паркуется машина, а вообще по сценарию человек паркуется в одном и том же месте. То есть в этом месте идет основное напряжение. Нагрузка. Нагрузка, да. Если вот таким образом это и было бы сделано, то, соответственно, в этом месте уже в следующем году были бы провалы на месте постоянной парковки автомобиля. То есть вот это вот хорошо, что мы хотя бы на этом этапе зашли, что мы это безобразие каким-то образом притормозили. А теперь смотри, значит, что мы имеем. Значит, по заданию заказчика мы должны все остальные структуры, которые ему нужны, и зоны, мы их должны организовывать именно на новом участке. Опять-таки у нас будет вот эта вот колбаса, вот эта узкая длинная старого участка, и структуры, которые на ней находятся, они какое-то время еще будут неприкосновенны. А здесь мы должны на таком же узком куске изобразить новые, современные. Мы должны сделать беседку-гриль, причем что стол в ней должен быть на 10 человек, это не маленькая беседка, да? Там должна быть полноценная станция с раковиной, с разделочной зоной. Ну, такая летняя кухонка. Да, летняя кухня, абсолютно правильно. Вот, и она должна быть отделена от бани, то есть еще будет баня, а в бане еще будет гостевая зона. То есть у нас получается как минимум два строения. Вот, а это все должно быть размещено на вот этой узкой полосе, причем сроки сращивания вот этого участка со старым не определены. Поэтому мы должны сделать так, чтобы уже сейчас здесь было и комфортно, и удобно, и чтобы это хорошо смотрелось. То есть это будет отдельный заповедник с бабушкиной территории, с огородиками, с садиками, с учинно благородным и по-старому. А здесь будет такой новый дизайн, настоящий, модный, классический. Ну, слушай, вот что значит модный, да? Ну, такой, мне кажется, вообще Белоостров, он же сам по себе город контрастов, можно сказать. Потому что здесь тоже, как ты сказала, есть где-то в Ламкиже, а где-то уже такие модные, застекленные, красивые современные особняки. И я так понимаю, что здесь будет такая вот небольшая миниатюра Белоострова, где будет вот то, что было, какое-то наследие прошлого. Ну, тут все садоводство олицетворяет это, в общем-то, понимаешь, тут не надо далеко идти. То есть, в принципе, мы впишемся так в стилистику. Да, но прям модно-модно ни в коем случае делать не будем. Я вообще ненавижу вот это слово в ландшафте и вообще в дизайне, в принципе. Значит, стиль, он обязательно должен быть, но другое дело, мы не должны его придумывать, мы должны его нащупать здесь, на этом участке. У нас есть с тобой дом. Да, от него уже можно и танцевать. К этому дому должна быть баня, к этому дому должна быть беседка. Вот эти три здания между собой, они должны обязательно пересекаться. Понятно, что делать каменную баню мы не будем. И заказчик ее и не хочет. Он хочет деревянный дом, здание. Здание бани будет деревянным. Соответственно, беседка, она должна быть компиляцией дерева и кирпича. Вот, потом, если мы с тобой пройдем дальше, помнишь, да, там у нас есть второй въезд, и от этого второго въезда там еще должен быть гараж на две машины. То есть тут получается аж три здания на этой части. И у нас у веранды есть прекрасный старый парник, который хотят перенести в новую часть участка. Мы там должны найти какое-то солнечное местечко и определить его туда, уже в новом, более современном варианте. А этот парник еще прослужит до конца сезона и уйдет. Ну вот смотри, если мы посмотрим опять-таки на красную линию участка, на въездную группу, мы видим, какой здесь перепад. И нужно подумать, что мы с этим будем делать. Участок довольно сильно заводненный в этой, в нижней части, да, на старом участке был сделан дренаж, причем довольно успешно. Здесь там тоже его нужно делать, но нам нужно как-то еще отрезать воду, которая сверху идет, чтобы исключить вот это заводнение излишне. Оно тут и так, в общем-то, присутствует. Кроме заказчика здесь живет еще его папа с мамой, они пожилые. И плюс еще бабушка. Поэтому городить какие-то подпорные стенки с какими-то лестницами, переходами внутри уже самого сада, мне бы очень сильно не хотелось, поэтому мы будем стараться максимально этого избежать. Перепад не очень большой, и, в общем-то, я думаю, что ландшафтными средствами мы сделаем так, чтобы его максимально нивелировать. Чтобы не было никаких ступенек, максимально было просто. Никаких я тебе не обещаю, вот. Но подпорную стенку на этом участке я делать не хочу, и мы постараемся избежать. Вот. Но тут, понимаешь, я, я, я говорить так как бы не очень, потому что в любом случае это будут делать инженеры вертикальной планировки, генопланисты, они будут решать. Но задачу я вам буду ставить, чтобы они либо вообще избежали подпорной стенки, либо сделали в минимальной степени. Вот. Ну, вот смотри, мне кажется, ты говоришь, небольшой перепад высот, мне кажется, что здесь просто яма огромная, куда надо привести 50 камазов какого-то грунта, чтобы вообще здесь что-то выровнять. И я не знаю, даже не понимаю, как удастся вообще решить эту проблему и уничтожить это болото другим способом. То есть ты, в принципе, считаешь, что это небольшая проблема, можно сохранить перепад высот и осушить территорию, да еще и обойтись без подпорных стенок. Мне кажется, что задача просто фантастическая. Я бы хотел посмотреть на этот ваш генплан, как это будет выглядеть, если там что-то, конечно, разберусь. Я так понимаю, что у тебя уже приезжали на участок люди под названием геодезисты, которые походили с линеечками и померили, где какой перепад высот, где что, где находится там электрический столб, где будут стоять дома. ТП-съемка уже была произведена, и на основе нее мы сейчас как раз-таки разрабатываем эскизно-планировочное решение, которое, если будет согласовано, соответственно, будет дальше выпускаться чертежи, в частности, план вертикальной планировки, план покрытия. И заказчик хочет в этом году сделать половину участка уже до конца, то есть до бани, то есть вот где мы с тобой сидим, здесь уже в новом году можно будет ставить елочку. Ничего себе, это так быстро, мне кажется, что это какая-то работа на годы. Нет, нет, я же все тебе обещаю, что мы с тобой съездим на наш объект Сертово, где мы за три месяца с нуля сделали участок, где на соток это совершенно вообще никакой магии, просто тяжелый труд. Прекрасно, я думаю, что нашим зрителям будет очень интересно посмотреть за этим процессом, так что я жду, пока ты меня позовешь, уже с бумагами, с чертежами, чтобы мы могли непосредственно убедиться, что все, что ты нам сейчас рассказала, действительно реально возможно, и хотя бы увидеть на картах, и может быть мы уже что-нибудь начнем делать даже. Но если ты хочешь, пожалуйста, я тебе даже лопату фирменную. Мне кажется, да, мне кажется, наши зрители такие проекты очень любят и будут рады всегда увидеть, как это реализуется. Договорились. Все, тогда, Вик, мы с тобой на сегодня прощаемся, но вскоре увидим и приедем сюда и посмотрим уже на бумаги. Всего доброго, с вами был канал Европлант Лайф. Андрей Смирнов и Виктория Сангина, арт-директор архитектурно-ландшафтного бюро Гринс. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!